Значит, для вас я перечисляю положение тела, которое вы можете занять на полу. Первое положение тела – это вы, стоя на коленях, когда человек стоит на коленях, он садится вниз и сидит вот так вот. Это называется поза алмаза. Спина прямая, ноги подобнуты под себя, человек не двигается и в таком положении находится. Когда он чувствует, что ему тяжело дальше так сидеть неподвижно, он меняет на другое положение тела. Потом опять назад или еще какое-то. Ну, то есть можно менять. Поза алмаза – это такое положение тела, которое выдавливает судьбу. То есть само положение тела, оно вот так вот не дает плохому событию победить тебя. Вот, допустим, на тебя агрессия совершается, там суды всякие тебя хотят сломать. А ты в позе алмаза сидишь, и вот эта поза, она не дает тебя ломать. То есть идет препятствие у тебя изнутри. Оно не дает возможности тебе испугаться там и так далее. Следующее положение называется поза бабочки, когда стопы вместе, колени врозь, и спина чуть-чуть подсогнута. Поза бабочки – это положение тела, которое дает возможность человеку очень сильно успокоиться и войти в гармонию с самим собой. Это положение тела успокаивает и гармонизируется всем окружающим залом. Допустим, вас сильно раздражают люди вокруг. Вы садитесь в позу бабочки, и вам становится левичь. Вас уже никто не раздражает. Следующее положение тела называется поза лотоса или полу лотоса. То есть, когда одна нога на другой, или обе ноги вот так вот на бедрах лежат. Это положение тела увеличивает сильно концентрацию внимания. И концентрация внимания дает очень сильно помнить о тех, кто молится, и забыть о себе, и славить Бога. Следующее положение тела – это стоя на коленях. Оно дает возможность принимать судьбу, принятие усиливать. А стоя прямо, когда человек стоит неподвижно, это положение тела увеличивает терпение, возможность быть уравновешенным, терпеть, не пускать судьбу, не бояться ее. То есть, принимать судьбу. Ну, то есть, два вида принятия. Есть принятие, когда ты ничем не беспокоишься, и внутрь себя все пустил. А есть принятие, в котором ты не хочешь внутрь пускать, потому что есть причины. Например, есть близкие люди, их надо принять на коленях тогда молитву. А если и люди, ну, там, начальник какой-нибудь, ты не должен там с ним, вась-вась там совсем. То есть, ты тогда стоя, как бы, молишься, чтобы его агрессия, она не заходила глубоко. Ну, то есть, разные положения тела дают разный результат во время молитвы. Что вы можете на стуле, допустим, себе позволить? Вы можете снять обувь и подогнуть одну ногу под себя. Или две ноги. Попробуйте. Так как вы сидите друг от друга подальше, но там проблема в том, что эти стулья с спинками, которые не двигаются, да, их нельзя поднять. Поэтому вот это вас ограничивает. Ну, по крайней мере, вы можете одну ногу под себя подогнуть, а девушки постройнее могут даже две. Вот можете две ноги попробовать подогнуть? Два. Вот девушки, которые худые и стройные, они даже две могут под себя подогнуть, несмотря на такой стул. Вот. То есть, другими словами, выживайте, как можете. Потому что ваша задача концентрироваться, если вы, значит, самый патовый случай, который означает, что вы зря заплатили, зря пришли сюда, и вообще просто зря потратите время. Это вот так, примерно. Смотрите. Я желаю всем счастья. Можете даже не пытаться, это все бесполезно. Хотя бы спинку вытяните вверх. Если вы ноги под себя подгибать не хотите, это плохо. Хотя бы спинку вверх вытяните, иначе все будет просто понапрасну. Потому что, запомните, разум зависит сильно от тела. Вот если тело расслаблено, разум тоже расслаблен. Есть ум, который не побеждает судьбу. А есть разум. Разум бодрствует и спит. Вот когда вы расслабились, вы отключили ум? Нет. Ум работает, вы думаете о чем-то. Даже во сне что-то снится, означает, что ум работает. Ум только иногда уходит, это называется глубокий сон. Он иногда только пропадает совсем. Но чаще всего он работает. Но когда вы расслабились, вы отключили разум. Вы отключили что? То, что побеждает судьбу. Поэтому для того, чтобы побеждать судьбу, нужно сидеть прямо. То есть нужно не позволять телу расслабляться. Но не сейчас, а тогда, когда мы начнем молитву. Потому что иначе вы устанете. Прямое вот такое это уже утомляет. Это первое правило, которое вы должны знать. Теперь, допустим, вы говорите, я свободный человек вообще. Лик, на чего вы меня принуждаете? Хорошо. Вот все, кто так думают, всем свободным людям, хочу сказать, что если вы будете сидеть расслабленно во время молитвы, все люди вокруг вас будут напрягаться сильнее. Потому что вы будете им мешать. Любое расслабление влияет. Вот, допустим, вы встали помолиться рано утром. Ну, один из ваших родственников спит такой. Ему хорошо, он расслаблен, и вас тянет ко дну. То есть вы чувствуете, что все-то я не говорю, но плохо. Это идет от него. Но если все сядут и будут молиться, то сразу будет бодрячок и будет хорошо. То есть один человек в зале будет расслаблен, нам будет всем тяжелее. Он как будто нам зацепился за хвост и как бы вот так по земле. Мы бежим вперед, а он нам за хвост зацепился и по земле волочится. И вот так мы будем бежать с препятствиями. Ну, то есть это коллективное мероприятие. Здесь нельзя отвлекаться. Допустим, вы думаете, у вас сейчас очень важный звонок. Я телефон не отключу, оставлю его. Вы сейчас видите мне в глаза. И это... Вы не знаете об этом, но так автоматически срабатывает телефон. Я тоже, смотрите, видите, я что делаю? Я выключаю свой телефон. Чик. И все. Все сделают то же самое, потому что если вы, не дай бог, пойдет звонок или смс-сигнал, то вы просто конкретно будете мешать. Просто конкретно. Это не лекция. Это мероприятие требует максимальной мобилизации, потому что мы сейчас будем самое главное в жизни делать. Вот вы живете, допустим, ходите на работу, получаете зарплату, кушаете, спите, любите своих родственников. Самое главное в жизни человека – это победа над судьбой. И сейчас мы будем делать самое главное в жизни. Вот все, что мы делали в этой, и в том числе мы росли, становились взрослыми, это много лет требует. И вот сейчас кульминация наступила. Мы сейчас побеждаем судьбу. И в это время не нужно дешеветь, быть мелочным и заниматься глупостями. То есть не нужно отвечать на звонки, не нужно забыть про все на один час. Нужно просто очень сильно сосредоточиться. Если вы сами отвлечетесь, вы отвлечете также и всех остальных, или почти всех остальных.